Здравствуйте, Сергей. Да, на самом деле церемонию по случаю отмены таможенного контроля на кыргызско-казахской границе проводят с большой помпой. Помимо того, что действия и без того происходят в одном из самых живописных мест Кыргызстана, прямо на побережье озера Иссык-Куль, процедуру проводят в режиме онлайн с участием президентов и главправительств двух стран. Специально для этого в регион привезли внушительное количество телевизионного оборудования, включая передвижные станции. Мероприятием руководят топ-менеджеры Госканала, то есть размах церемоний впечатляет. Это, кстати, вызвало заметное удивление наших казахских коллег, потому как, например, Армения, присоединившаяся к Евразийскому экономическому союзу незадолго до Кыргызстана, сделала это скромно, без всяких торжеств. Даже поразило то, что вот такой масштаб организовала кыргызстанская сторона. Мы не ожидали этого, мы вообще приехали освещать неформальный, как вначале говорили, визит президента. Кыргызстанские власти решили сделать это более эффектно, почему-то выбрав для этого место, расположенное почти в 300 километрах от границы. Видимо, мероприятию придается какое-то сакральное значение. Впрочем, непонятно, насколько удалось организаторам создать атмосферу праздника. В Кыргызстане до сих пор есть большое количество противников евразийской интеграции. За последнее время в странах ЕС до 30% сократился объем импорта. И то, что кризис в Альянсе действительно существует, подтвердил и президент Казахстана Нажутан Назарбаев. Конечно, это ухудшает показатели торговли. Но это мы знали, что будут такие обстоятельства экстремальные. Однако лидеры двух государств отмечают, что в перспективе союз должен положительно отразиться на благосостоянии стран-членов. Напомню, что с сегодняшнего дня в Кыргызстане, Армении, Белоруссии, Казахстане и России начнут действовать единые таможенные тарифы. Пошлины внутри стран упраздняются, а к продукции будут предъявлены требования общего техрегламента. Коллеги!